приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины или же новости из прошлой жизни как я очень-то последнее время часто говорю что недвижимость украине сегодня у нас 11.03.2022 года во время боевых действий к сожалению не стоит ничего тогда зачем я записываю эти видео ну наверное вопрос сам себе сам не отвечу друзья война рано или поздно закончится и люди вернутся к своей обыденной жизни в квартиры в дома другой вопрос конечно не в каком состоянии будет это жилье и рано или поздно встанет вопрос о стоимости рыночной стоимости недвижимости недвижимость является в общем это один из немногих активов украинских семей и именно поэтому я и компания лим консалтинг продолжаем мониторить рынок недвижимости слава богу все крупные электронные доски сайты интернет порталы которые публикуют предложения на рынке жилой недвижимости и коммерческой они продолжают работать мы агрегируем эти данные по определенному алгоритму и через призму цифр я вижу что происходит с рынком недвижимости украины но мы даем цифру средняя стоимость но на сегодняшний день с учетом того что говорю недвижимость украине не стоит ничего и вы вряд ли найдете адекватного человека который хотел бы приобрести эту недвижимость во время войны в украине да а продавцов наверняка много которые хотят продать недвижимость поэтому скорее всего это не средняя стоимость некая некая эфемерная величина которая характеризует настроение продавцов украинцев на рынке недвижимости и так через вот эти статистические данные которые нам готовит компания лим консалтинг мы больше наверное говорим о настроениях на рынке недвижимости украины друзья смотрим подготовленный мною материал будем исключительно опираться на на данные которые предоставляет нам повторюсь компания лим консалтинг это статистические данные и говорить сегодня будем о черкасах вы большинство моих подписчиков хорошо знают географию я как бы об этом рассказываю постоянно что украина разделена на пять регионов сегодня мы говорим о центральном регионе куда входит город киев куда входит город венец а городе киеве городе венец я уже записал обзоры можете посмотреть город житомир город черкас и город кропинецкий это крупные областные центры ну и достаточно много районных центров естественно поселков городского типа итак друзья черкасы центр украины и слава богу еще война не дошла до черкас и вот просто смотрите настроение как сильно отмечается в киеве житомире и черкаса перед вами карта города черкасы в разрезе административных районов период исследования у нас всего лишь один месяц это январь февраль 2022 год напомню вам что с 24 февраля начались боевые действия на территории украины началась война и мы видим что за всего лишь один месяц в черкасах продолжает расти стоимость квадратного метра мы говорим сейчас он вторичном рынке это социальное жилье больше всего подорожало при днепровском районе плюс на целых пятьдесят семьдесят пять сотых процентов и 500 34 доллара за квадратный метр ну и практически эти же самые цифры чуть чуть меньше динамика роста плюс на целых семьдесят четыре сотых процента на это сосновский район видим в абсолютных цифрах это пятьсот сорок семь долларов за квадратный метр что в целом показала по городу рост плюс на целых семьдесят пять сотых процентов друзья ну давайте я сразу же как бы забегая вперед скажу что я уже посмотрел информацию за 11 дней марта и конечно же там ситуация будет достаточно плачевно статистические данные показывают нам что несмотря на то что об черкасах слава богу еще мирная жизнь но вот цифры уже говорят сами за себя то есть мы будем наблюдать по всей практически украине буду записывать о западной украине там тоже пока наблюдаем ростом война к сожалению от нее не убежишь она придет в каждый дом если не со звуком разрывов там снарядов но придет как минимум последствия экономические последствия которые каждый ощутит в своей семье это как бы очевидные вещи так друзья давайте посмотрим что происходило у нас сейчас так потерялся пока говорил давайте мы сейчас с вами будем говорить уже о квартирах эконом комфорт бизнес класс это вторичный рынок продолжим продолжим квартиры которые были построены период самостоятельной украины видим что отличается социального жилья большим недвижением общей жилой площади вот это среднее арифметическое число видим что в конце февраля 668 долларов за квадратный метр что показало нам также динамику незначительного роста плюс на целых семьдесят пять сотых процентов следующим слайдом мы будем говорить о первичном рынке я с 1 января обещал своим подписчикам точнее они мне просили я обещал что первичный рынок буду декомпозировать по классам раньше отдавал общую картинку по первичному рынку куда все кассы входили на силу того что первичный рынок как считали мои подписчики был очень интересен с точки зрения инвестиций об этом с каждого утюга можно было услышать компании застройщики говорили покупайте наше жилье это выгодные вложения риэлторы на перебой обещали своим клиентам выгодные вложения в качестве инвестиций на первичный рынок друзья закончилось все как она закончилась я ни в коем случае не злорадствую кто смотрит мои видео я год назад начал говорить и о том что рынок недвижимости находится в неадекватном состоянии по отношению к экономике мы с вами знаем что рынок недвижимости является составляющей украинской экономики так вот сравнивая макро и микро показатели характеризующие развитие украинской экономики мы видели что в экономике роста нет наоборот мы видим обратные так сказать тенденции снижения всех макро экономических показателей рынок недвижимости растет рано или поздно это должно было закончиться и так давайте вернемся первичному рынку мы видим что стоимость квадратного метра эконом класс я начал с того что декомпозирую по классам первичный рынок пока мы будем видеть объявления это живые люди выставляют объявления и 11 числа сегодня видел и 10 и 9 и 8 то есть достаточно много даже выписался по жилой недвижимости в городе черкассы за прошедший февраль месяц было выставлено 2208 объектов только друзья жилой недвижимости достаточно большая выборка для такого в общем то небольшого города но относительно небольшого областного города но это еще раз повторюсь сюда и входят первичные объявления по первичному рынку и так эконом класс 416 долларов за квадратный метр но вот здесь видим что люди которые инвестировали в этот рынок они в общем-то в этот класс они отреагировали и отреагировали буквально за четыре дня достаточно быстро мы видим снижение стоимости минус на целых сорок восемь сотых процента также напомню что все продавалось в гривнах на первичном рынке для вашего удобства вот это все перевели в доллары по курсу национального банка следующим слайдом мы с вами поговорим о квартирах которые относятся комфорт бизнес классу ну я совместил два класса в одну выборку выборку так как зачастую компании застройщики класс комфорт продают как за бизнес там очень похожи технические характеристики мы видим что в феврале 717 долларов за квадратный метр по двум классам это среднее арифметическое число что показало также нам динамику снижения всего лишь друзья за четыре дня войны минус 0,28 процента то есть люди которые инвестировали первичный рынок они в общем-то поняли что скорее всего неудачные инвестиции которые будут заморожены как я думаю на год минимум итог после того как остановится боевые действия закончится война и как минимум должен пройти год когда экономика начнет восстанавливаться только тогда на первичном рынке мы увидим какие-то транзакции первые то есть вторичный рынок нам показывают еще рост незначительный но это в общем-то скажем так февраль месяц а вот уже первичный рынок показывает незначительное снижение ну и пришло время поговорить о тенденциях которые мы наблюдали на рынке жилой недвижимости это у нас социальное жилье перед вами график рисунок мы видим что феврале 2021 года 451 доллар средняя стоимость и уже феврале 2022 года 540 долларов за квадратный метр что показала в годовом измерении динамику роста плюс девятнадцать целых семьдесят три сотых процента мы также даем индексы индекс жилой стоимости жилой недвижимости мы эти индексы в общем то давали для финансовых учреждений украины не только к сожалению я так предполагаю что минимум полгода эти индексы будут не востребованы но в силу определенных причин которых не буду уже говорить эта работа в стол но я все-таки буду продолжать записывать ежедневные обзоры рынка недвижимости показывает как разрушительно влияет боевые действия война на украинскую экономику в том числе на рынок недвижимости что такое индекс и как он находится как мы его считаем индекс во первых это изменение стоимости квадратного метра в данном случае жилой недвижимости во времени показывал каской видим как за время каждый месяц что-то происходит динамики как мы считаем его мы делим 540 на 451 и получаем вот этот индекс стоимости 1,187 это макроэкономический показатель на него ориентируется еще раз повторюсь финансовые учреждения украины давайте чуть подробнее расскажу что происходило за 12 месяцев мы видим рост стоимости квадратного метра и что особенно тревожит последние 7 месяцев это был галлопирующий рост стахановский рост как угодно можно неадекватный рост рынка недвижимости и первичного и вторичного и даже коммерческая недвижимость тоже росла ну правда не такими темпами как жила недвижимость желание недвижимости если вы посчитаете где-то один процент где-то два где-то три даже процента в месяц был рост с учетом того что я вам покажу эти данные макроэкономические показатели показывали нам обратную картину то есть там не было динамики роста рынок недвижимости показывал очень-то неадекватный рост рано или поздно это должно было закончиться я год назад вместе со своим хорошим другом профессором валерием александровичем воронином очень много выпустили видеороликов на эту тему говорили что ну я более грубо говорил категорично что мы стоим на пороге грандиозного шухера не может быть чтобы рынок недвижимости рост во время когда экономика в общем-то не показывала нам этих положительных положительной динамики роста основных макроэкономических показателях и подтверждение этому была работа я очень кратко не расскажу это всего лишь моя гипотеза моего предположения о том почему я считал еще год назад что рынок недвижимости в первом квартале или конце первого квартала будет снижаться на это повлияет экономические показатели макро и микро за основу своего в основе моей гипотезы лежит теория отраслевых рынков эта теория была опубликована обоснована в конце 19 столетия учеными гарвардская школа это ученые экономисты так вот друзья а концепция следующая мы наблюдаем во времени все макро и микроэкономические показатели которые характеризуют развитие отраслевых рынков в данном случае мы говорим о черкасской области не а во всей украине видите здесь черкасская область мы выбрали 10 микроэкономических показателей которые характеризуют состояние черкасской области экономики и проверили плотность связи так называемая коэффициент корреляции с рынком с недвижимостью и вот там где была плотная связь где-то 090807 это 10 показателей было больше мы эти показатели оставили и вот я не буду обо всем говорить вы можете остановить и посмотреть мы сравнивали 2020 с 2019 годом это официальная статистика вот смотрите из десяти показателей вот все красные вот это все показатели нам показывали говорили о том что все очень плохо в экономике черкасской области то есть процессы которые мы наблюдаем они в общем-то были тревожны не просто тревожны очень тревожны и соответственно никак не может рынок недвижимости в это время расти теми темпами о которых я уже вам говорил так возвращаюсь обратно и собственно говоря конечно же я никто из нас не мог предположить что в феврале начнется война украине конечно мы думали я думал в том числе и обосновывая цифрами что причиной будет вот эти экономические проблемы которые просто накапливались снежный ком в экономике украины в данном случае отраслевом рынке черкасской области но вот произошло так как она друзья произошло и мы видим что здесь по крайней мере 0 75 процентов пока рост рынок недвижимости он достаточно такой инерционен да то есть статичен то есть и очень сложно раскачать с одной стороны марте месяца мы увидим совсем другие цифры я уже посмотрел за первые 11 месяцев конечно там ситуация будет невеселой итак друзья останавливал демонстрацию подводя итоги вторичный рынок друзья еще долго как минимум полгода наверное не будет таких транзакций кто-то конечно корпоративные права с одного юрлица на другой перекидывать наверное это процесс мы будем наблюдать но в целом если говорить о массово о продажах мы это не будем видеть это очевидные вещи по первичному рынку ситуация еще хуже после окончания войны как минимум еще год для восстановления экономики когда люди смогут ввести свои деньги как правило показывает что это лишние деньги не то что лишние лишние деньги не бывает это деньги которые люди могут инвестировать первичный рынок с точки зрения инвестиций в это выгодность это возможность потом как бы заработать на данных инвестиций первичный рынок мы мои оптимистические так сказать прогнозы как минимум через год после окончания войны может начать так сказать работу мы сможем увидеть какие-то транзакции строительный что-то что-то восстанавливать строить но это в общем-то по срокам я сориентировал также друзья хочу вам пожелать берегите себя не паникуйте очень важно понять что от войны не убежишь она догонит везде если не разрывами снарядов то как минимум экономическими последствиями того что мы наблюдаем боевых действий до скорой встречи я надеюсь будут записывать ежедневные видео о том как влияет война на рынок и дежурности украины и